Белое пушистое одеяло Тополиный пух еще и опасен, предупреждают пожарные На Павлова, по предварительным данным, кто-то поджег пушистые семена И вот что вышло Ущерб сотрудники кафе «Русский размер» оценивают почти в миллион рублей А еще тополиный пух – беда аллергиков Сам по себе он не вызывает реакции организма Но способен на своих ворсинках переносить пыльцу и другие раздражители Людям чувствительным теперь советуют на улице носить солнечные очки Специальные назальные фильтры почаще промывать глаза и нос Чешутся в носу, чешутся глаза Когда он чешет эти глаза, он может занести себе инфекцию, правильно же? И, соответственно, вызвать присоединение к аллергическому конъюнктивиту Еще и бактерии, вирусы занести в глаза себе, да? Плюс наши пациенты, скажем так, вызывают у них эту реакцию в виде бронхоспазма у многих Это тоже очень неблагоприятное последствие Астма у многих обостряется в этот период времени Решить проблему тополиного пуха просят мэрию Выпилить пушащие женские особи и заменить их на пусты сирени, на березы, клены, липы и прочие растения Но пока реакции нет В департаменте горхозяйства говорят, что с пухом никак не борются Высаживать тополя, вот вида такого, который дают пух, в городе Красноярске запрещено Но специально их никто не вырубает, специально их для этого никто не обрезает и так далее То есть у нас снос деревьев идет по совершенно другим причинам Это могут быть либо технические и технологические причины, либо причины природного характера То есть они просто небезопасны уже, старые, наклоненные или еще что-то в этом духе Против удаления пушащих деревьев и экологи Потому что тополь – самое эффективное растение в деле борьбы с загрязнением атмосферы и производством кислорода Каждое дерево удаляет ежегодно около 25 килограммов сажи Да и красиво это деревья – настоящие сибирские исполины, считает сотрудница Института леса Галина Полякова Тополь и еще вот этот клен, синий листник, который считается как полусорняк Они, пожалуй, уже единственные, которые более-менее терпят токсическую атмосферу города Красноярска Одного из мировых лидеров по загрязнению атмосферы промышленными выбросами Так что пока пух придется терпеть Благо сезон тополиного размножения подходит к концу Парочка сильных дождей временно поставит точку в споре о будущем этих деревьев Виталий Поляков, Артем Мячин, Новости ТВК Редактор субтитров А.Семкин